мякнут отча что вы говорите как неуверенно постоянно нет уверенности никакой и добиться невозможно игнать тихоныч пишет в третьем томе пособие по марку жалко мне тут нету ну там открыть надо почитать у тебя есть чуть нет ну нет я вот открою электронную книгу это неплохо кстати даже очень хорошо я пока не ладно главное я сейчас скажу тогда так мы просто когда читаешь то нам написано что занятие должно состоять должно быть 5 15 человек там выбирать нужно на каждое занятие можно выбирать ведущего и помощника его кто как бы мог помогать ему ведущий должен знать слово божие толкование святых отцов и далее написано и желательно что когда будет подняты вопросы чтобы каждый из присутствующих активно включился в беседу и где у нас у нас не она слава богу у нас сейчас получается эти беседы мне очень нравится в скайпе очень нравится беседы таких бесед здесь у нас очень редко бывало вот игорь третяков когда был он мог сказать у него хорошие мнения есть такие потому что много читал сергеем пупков у нас только все в вопросах было вопрос он какой-нибудь вопрос поднимет ну да есть такое у него это и вот начинается и потом вдруг почему-то ему кажется что что-то не так и начинается такая я начинаю доказывать как меня это утомляло вот все вот до пас до последнего до того года еще как только сергей ведущий я уже и даже не появлялся думаю ну это невозможно я уже устал просто зайду послушать много опять куда-то не туда волочет и все приходится подправлять ему не нравится вот это вот все я бы сереже ты на себе взял непосильную ношу говорю я вот тогда смотрел я не помню сейчас этот крен когда начался я помню какие-то вещи там были отдельные но ему сразу говорили вроде нормально принимал но потом опять начиналось ну а так вот так со стороны вот я сейчас бы мне посмотреть я может быть и увидела тогда я радовался занятия идут и хорошо то есть по мере возрастания она как-то сразу знаешь как в том анекдоте про туриста который попал в медвежью берлогу нет ну турист шел и ну туристы чё скучно же ему но идет там смотрят что там тут зазевался и в медвежью берлогу шлепнулся но интересно смотрит медвежонок маленький и он такого маленький медвежоночек интересно этот вы так живете медведи да да а дом а домой если его взять этого медвежонка вот во все обрадуются вообще приступ пришел с туристического похода с медвежонком вот это да вот нормально то и главное медвежонок один никого нету и в этот в этот момент медвежонок заговорил и так мама из другой половины берлоги выходит мама там дальше понятно то же самое и у нас происходит как в этом анекдоте только что там начинается игорь дыбунов вышел и сразу игнатий тихонович один баллов бывало несколько раз игнатий тихонович а вот так сказал а вот так сказать что вы как дети какие-то вот так сказал так а игнатий тихоныч дыбунова не знает игнатий тихоныч в очередной раз он как детсадовский работник разводит слушай ты можешь вот окно открыть и вот у тебя такие же москве окна до нажать повернуть по часовой стрелке и мы точно такие же слушай все такое же только ты только у тебя наверно видно эту москву реку до этого нет дома у меня видно соседний дом из дома и все но бывает двор чуть-чуть двор там и посажены деревца все ничего больше не видишь в центре москву почти жил там никакой реки нету я в нем я говорю марих слушай сейчас приедет гору москвич к нам и скажут в деревне какая-то деревнях у нас и дом загородный ясно знаком то есть в этом это все нормально дайте конечно мы за доводим воду там канализацию никита приехал он был как с этого куда-то с луны свалился никита борис глиб городской соседа бориса глебский жил постоянно да нет но с детства деревне но я думаю куда-то там конечно они там украина приставкам как без деревни так украина я думаю поэтому да нет не похоже что его привлекали там куда-то очень жаль что так все случилось на украине нет его не привлекали нет во первых мама в аэропорту работает прикинь притом она какой-то ведущий диспетчер не просто диспетчер какой-то ведущий и поэтому он устроился на работу и ты чё раз в аэропорту работал да я горит там это подвозил трапы даже вид там были какие-то гости прилетали туда и он эти трапы подвозил ничего себя ты ну конечно мать ты ему понимаешь какие давала работает я вот и там как у христа за пазухой он ничего этого не ценил ничего не ценил а сейчас все ну сейчас я думаю я с ним разговоры вел как нужно ценить маму любить и так далее недаром оттуда уехал но уехал он плохо конечно но после этого через год где-то мы может чуть побольше прошло времени и что-то там на занятиях он вышел и что-то там сказал а он мне написал на мою страничку скайпе что но это говорит раньше было сейчас же я типа как бы уже покаялся в этом ну что там меня он это гнобил называл там неправильно я говорю а ты у меня всегда братом был я тебя всегда братом называл просто всякое бывает пройдет время пройдет время грудаст бог и ты с благодарностью будешь вспоминать все что прошел здесь как ты у меня тут деньги зарабатывал володя не мог их заработать эти деньги а ты сидел у меня на компьютере рисовал и потом еще и мы с тобой беседы вели только не записывали можно было и записывать а потом он когда уже совсем вошел в норму где-то в семнадцатом году игнотина чего как-то надо умел он говорит а как вот так вы все именно это эти даты запоминаете вот эти исторические и так далее я буду это система есть была у меня в голове я по системе работаю как сеть на такси я ему эту систему открыл и вот запоминание то есть основные даты должны быть игру я основы основные даты с троянской войны 1200 год потому что это уже не легенда однозначно шлиман уже открыл трое раскопал ее конкретно подтвердили что это именно трое не какой-то мне огромный город город был городок такой ну там и в воинов-то атакующих не так много там рассказы то идут не о сотнях тысяч так что но был каменный вот долго видать атаковали им же самим надо было что-то жрать и те то тоже ребята как бы не вы там шиты они контратаки делали же всякие вылазки и так далее поэтому вот так 9 лет они там просуществовали как-то но потом получилось их одолеть ну как троянский конь там вот это все что у вас то в городе были наверняка до запасы еще и были конечно конечно там сейчас там раскрывают там много там и бассейн и так далее он хорошо стоял сделан ловко был там воды сверху там скалы вручи там потоки были какие-то особенно когда вас дождей ну то есть и вот этого вот времени вот я определил себе вот 1200 лет основную дату взял и вот от нее танцую надо запомнить просто что это было а потом дальше уже складывать мозаику когда был александр македонский до троянской войны или после спартак когда был до или после это а спартак приком был кто самый знаменитый человек был в это время спартак или кто-то другой юлий цезарь был спартак или все сразу удивляются как так ну вот так но они не встретились как суворов с пугачевым все еще суворов и пугачев причем здесь пугачев у всех голова кружится но надо знать основные веки но это полезно ну когда когда ты историю знаешь что история может явиться таким же примером как и библейские истории один к одному почему люди то верующие да даже не верующие и господь берет нам пример и показывает неверующих не девятян допустим они покаялись а были совершенно неверующие какие неверующие были а в чем их неверие вот а чем они лучше иудеев давайте вопрос произведем а все но отгадите мы за иудеев да но играют две команды там чили допустим и нидерланды ты за кого я вообще не за кого вы не знаю да я за красивую игру обычно говорят а здесь у нас иудеи и язычники кто ты за кого тут конкретно надо уже быть тут уже равнодушным не останешься за кого ты конечно за иудеев а чем они идея иудеи лучше чем не не витяне не 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 крепкое государство было люди там жили или люди умирали там жили там чуть диктат был ну может и был какой диктат но почему тогда иудеев лучше чем не ведь они тут надо уже знать историю голову как по полной программе здесь уже всякие маленькие такие моменты которые христос говорит как они ходят разговаривают фарисеи книжники вот что они говорят делайте говорит христос но по делам их не поступайте ибо они и перстом не хотят пошевелить даже говорят о делах божьих а перстом сами не хотят пошелить чтобы это дело божье в них вошло вот чем смысл то весь а язычники чё а язычники они законы божьи не исполняли но они тоже как бы хорошие были там люди же жили там тоже все ну да 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 было все но как в сегодняшнем времени у нас вот государство отдельно а церковь отдельно вообще должна быть да никогда не было почему церковь не церковь люди которые господь поставил впереди ну иерархами это я думаю что это как фарисеи будут они садуке и фарисеи что некоторые из этих наших иерархов они не веруют богу однозначно просто это их труд работа их даже видно как они читают по бумажке выйдет очки поправит борода только у него бороды убери и все и галстук одень ему и пускай даже клобок оставь и уже понятно кто это и вот они начинают что-то мы построили строили строили наконец построили и теперь уже как люди угол нашим этот район а как попрут как начнется у все и мы всех окормим церковь разве так может разговаривать церковь это постоянная радость общения с братьями постоянно брак как ты спасаешься сестра как ты как ты смогла такая красавица как ты будто не ушла ты знаешь сколько ты можешь зарабатывать с собой и ты вдруг верующая такая активная он взять он эту наталью высоту учетую последнее время не видно наталью высоты обычно она постоянно но так пореже стала видать этот не да я такого нечетом беременности или что-то это напомню писала что-то про на обед богу дала на 10 лет не есть мясо и сейчас у нее очередная беременности и тяжело я что могу сказать с этими обетами я никаких обетов не давал я один раз бога попросил и он не дал это сторицей когда я начал ходить в храмы божии это было 93 год зима на колыме там было очень много снега на колыме а бабушки одни приходили бабушки ну как бабушки там бабушек нету на колыме одна бабушка была ну и так там к тетушке такие ну как лет 50 там 45 слов что они просто да не уезжают да потому что а там не доживают ну что оттуда уезжают выезжали ну так такой менталитет был тогда это и при советской власти жизни на колуме то есть ты отрабатываешь свое нарабатываешь кооперативную квартиру и потом эту кооперативную квартиру у меня был товарищ друг мой бывший вот кстати песня товарищ которую марина сочинила господь на сердце я положил это как раз о нем я не помню можете слышать не помню не помнишь товарищ я господом избран и весть о христе спасители мира я сею везде был в поисках друга и вот предо мной стоит мой товарищ седой но живой не раз мы стояли спиною к спине не раз выручали друг друга в беде товарищ мне верит меня он поймет и в этом уверен я был наперед мой добрый товарищ я встретил христа он уголь горящий вложил мне в уста меня воскресил он тебя воскресит он ты только уверуй уверуй христа все это так и было на самом деле я к нему приехал на кузнецк и мы с ним беседовали сутки ровно вот так и засыпаю немного он напротив меня жены не было все в отпуске он один и так такой им и я ему пост рассказываю рассказывал вопрос создает ему рассказывать рассказываю о христе этом это 96 год был я только крестился у меня такой подъем был на это было где по осенью уже в сентябре или октябре месяца и там как жакая погода еще было более и все и он так и не уверовал в конце концов потом началась сигнать их ночью беседовал там несколько раз выходил и потом со мной опять и все и почти постепенно постепенно его последние последний вот в этот год я его заблокировал у меня замучил просто полностью уже все не выдержал я а там на в этой же там все в песне есть тогда продолжение так так такое уверуй спасешься твержу вновь и вновь но он изгибает призритель на бровь духовные очи окутаны мглой он хрипло до ночи сражался со мной ему говорю золотые стихи а он вспоминает былые грехи в христа он не верит грехом ослеплен отныне наш дом пополам разделен мой бывший товарищ я встретил христа он уголь горящий вложил мне в уста меня воскресил он тебя воскресит он ты только уверуй уверуй в христа понятно одно только грехи вот эти грехи там начинает вспоминать ну там есть что вспомнить да но я-то другой человек уже и это обговорено уже сколько раз уже все и он и жену там привлекал там и чё только там и стыдили там меня и они там и чё только не делали я бы понимаете я вообще другой другой вы разговариваете с другим человеком вы не с тем дыбу новом разговариваете и горьком парнем рубаха анекдотистом и так далее бабистом сепаратистом я уже другой человек я христианин но они не знаю что такое покаяние мне надо было сменить имя еще и так подумал очень дело можно было сменить имя надо было менять 7 июля как раз надо было менять имя девяносто шестом году я не знал этого сейчас бы сменил имя уже по-другому я сказал бы меня не играть все время хотел быть и егором я но близкая кстати это игорь егор да и низкая близкая да не то не то близкая егорий а прикрещение так принято я не слышу можно да да конечно я же что конечно принято когда их стригут монахи там да а здесь конечно принято я крещу все я так этого не было просто раньше папы же это нам устроили кавардак имя то давалось именины назывались когда когда крещение начинается ну там сейчас рождение почему потому что его крестит ребенка знают поэтому да и дают такое чтобы уже прямо и имя именно при рождении теперь эти дни рождения и кристины именины они почти совпадают все там уже там восемь дней там да ну то есть все было все на своем месте а сейчас я шестьдесят четвертом родился 11 мая окрестился сейчас не помню какого там ну в конце сентября двадцатого пускай будет это сентября девяносто первого года и чё но я как крестился меня помочили опять причем так интересно было главное никого нет у меня одного только он такой смотрит это же кстати интересно отец игорь смотрит смотрит туда что-то никого нету там крестильный отдельно стоит как крестильный заходишь там вот так и тазик стоит и он тазик этот ставит и начинает с него тебя там надо было там надо было еще снять снять ботинки встать там на половичок и он тебе мазал вот так что не поддернуть на пути он тут тема за вот так вот в том коленке тогда калина опускаешь и так вот но так вот тут запястье те поможет так все лобик за ушами нибудь ну да там все такое вот уши там там это что такое все и все и я вот один был и он такой прям с печалью и только меня покрести покрести помазал и сразу толпа оттуда пришла такой надо было еще подождать запомнилась два раза молитвы не произносить те же самые да наверно деньги деньги те же а потом я пришел и говорит ничего не ешь завтра утром приходи причащаться я такое ничего не есть интересно это еще ничего не все оказывается ну ладно пошел у меня все было на мистическом уровне пришел на следующий день а утром встал и что-то поел и у сама совесть такая неспокойная и я встал в эту очередь то все стоят к нему на причина причастия я слышу он говорит еле что-то утром там нет и еле утром нет я такой думаю не вывеси коляску поел все-таки еще же чуду и черт церкви что такой не что бюрократизм прям и такой здоровый парень ко мне подходит какой-то там священник молодой и такой подошел прям ко мне главным к тебе ну сказали вчера я был там у отца игоря меня там помазали помочили а вы на причастие ну да да вот на это причастие но вы это ничего не ели утром игры до поел забыл и чуть не как я даже в церкви беру вас бюрократизм такой такой посмотрел на меня набросил это и петрохиле такое ну ладно это упрощается там грехи идей я такой подошел мне дали я пошел и вот с этого момента уже но не с этого момента ну да как бы с этого момента господь начал мне подготавливать и через год мне господь себя проявил когда я в очередной раз прочитал библию ветхий завет на ветхом завете а как и вообще она попала в руки то а через этого товарища моего да у меня все на нем сильно завязаны а то есть имеет очень 90 какой там 3 до год крестился не 91 это не крестился а помочили помочили да да но они там сказали что учи писание там читая или и что как каким образом библия то попадает руки в итоге это был до 91 это было 88 году но я хотел библию с 87 года потому что 87 году мне попалась мастер и маргарита он же мне не дал сам издатовская еще самописная печатная и рукописная такая всякая она захватывает такое хорошая роман а я и прочитал на 15 раз если не больше я вот недавно читал опять но до конца не читаю потому что я хорошо знаю читаю какой-то момент и меня просто стопорит я начинаю задуматься думаю булгаков это но не может быть это ну просто господь так дал такой дар человеку оставить память по этим годам тридцатом о коммунистах она же называется не мастер маргарита его первое название это евангелие от сатаны но я помню его первое первое название вообще копыта инженера это был небольшой такой как бы очерк у него как бы такой и он из этого копыта инженера вывез тонк самое главное волн он там по разному назывался в конечном итоге волонт он становится а волонт это знаешь что там переводится еще откуда-то это берется шекспира или откуда сейчас и уже вот это вот запамятовал короче это имя сатаны в одном из произведений средних веков я просто этого не знал ну так потихоньку читаешь там там можно вообще по каждому и имени и фамилии ставить какие-то вот в интернете там все будет у него не голова была этот симфония у булгакова но есть такие люди которые вот так откладывают как он так умудрился прописать это у него там еще он когда начинал писать в двадцать восьмом году поэтому начинал он там еще описывает храм христа спасителя и очень взорвали там бассейн потом был в 33 году до взорвали москва бассейн в тридцать этим году когда его взорвали его же они его же хотели снести за 1 и не смогли он сразу не подорвался они его подрывали 8 раз что ли короче долбили долбили ну и все уже увидели они хотели за ночь как все и все люди встали нету ничего ну то есть устали на были такие были такие у них задвиги в эти кому никому не приоткрою пожалуйста малышки приоткрою чтобы она прыгнула туда на подоконнище передумал а вот стульчик туда подставь ей вот этот штук поставь вот тогда вот так вот иди малышенька прыгает к соседям то ничего страшно едим у себя не решается или знаешь какие звать никогда не поверишь вот эту воду маленькую вот эту шмыгу звать ладушка вот ладушка она трехцветная черепашка весь что несколько цветов тут всяких разных нам все совсем юный уже пять мышей у нас тут поймала вот такая маленькая а кот белый глухой оказался взяли кота в том году два кота под кошкой кот потерялись и сразу мыши появились но они прибегают видать там у нас открыто ну и на глухой он ловить будет плохо как он вообще он вообще он глазами да ну поймал несколько штук но он они мимо него пробегут прям сзади он лежит и не слышит и это было до 5 дней назад 5 дней назад она начала ловить мышей маленькая и каждый день сейчас нам мышку прим приносит вчера еще мышку даже ладно молодец моложе все мыши нету не слышно где там кто бегает где а у них есть какие-то свои импульсы они когда умирают они сигналы эти подают другие мыши знают они разбегаются как вот импульс и вот эти вот которые вот значит до суда не ходи вот что значит одно один орган чувств и все так вера откуда у нас идет какой орган чувств должен быть самый главный сердце не рецепт не сердце дописано слове нет вера от слышании слышала вера совершенно верно я раз на упасть у тебя куда-то нет нет должно быть слышание 1 вера от слышание слышание слова божья слышание вот понимаешь когда я услышал мне запала и я начал думать и начал думать и когда я дошел в очередной раз до мастера магриты я не понимал чем дело значит как бывает смотришь раз смотришь 2 как у детективов покажите мне еще раз этот видео он смотрит его что-то не то понимаешь опять смотрит и ты так сам завороженный думаешь чужим там увидит тоже смотришь и непонятно а еще никто не знает что и он вдруг так подождите а это было в какой день а в этот день разве курьерская доставка там есть ли он что ты думаешь это же самое здесь у меня вот это случилось но там много всяких все событий было и бину библия мне попала все 1 финской православной церкви 66 книг и я вот недавно был матчу сейчас идет этот лига европейских чемпионов которые должны в том году и там матч был и финляндия если финляндия там россия финляндия россия и там россия выиграл финляндии это прям сейчас считается потому что долго не выигрывали да ну это это неверующие люди создают свой собственный мир они его так создают они вот придумали там какую-то игру а давайте и внесем по многим понравилось и начинать культивировать и начинают анонсировать и у нас раз и уже там в канаде полный стадион это марут смотришь просто завороженно на все это они там бегают шайбой там забрасывают там друг с другом дерутся прям до полном серьезе и ты думаешь вот так будет про апостола павла туда но он понимал бы просто павел кого-нибудь россиянина как он но не знаю кого и так был смотрел тот который не знает наш мир и такой ну какой-нибудь аборигена допустим аборигена допустим и он смотрел а потом вы спросили ну чего вы думаете как вам это зрелище какое зрелище ну вот бегают туда-сюда люди а интересно наверно скажет одеты как-то они и чего вот они что-то там важное делают а чё не за кем я я не вижу этого топина там или там енота и за кем они гоняются за шайбой или за мечом люди придумали себе и это входит кровь она завораживает почему ухты алё ой мариша и мариш прости меня с братом заговорились а вот тут сейчас поели спаси христос все доехал встретились ровно все пришло хорошо у него там такие тяжести большие короче все да он идет уже с камерой снимает я думаю от брата бы приезд снять а он наоборот и меня снял но я его тоже мариша понимаешь он очень хочет поплавать да потому что чистой воды не мы туда поедем да и потом за тобой заедем половину выйдем пятого и поедем поплаваем там часок где-то так чтобы ну вдоволь а потом за тобой заедем и подъедем но тут сколько успеем сделать нам же ничего не надо мы дамут до дому и все а он может выйти на и по всему поэтому на занятия на занятия можно выйти прямо машине выйдет и все это у меня телефончик такого него бомба да все у нас все нормально я суд не стал готовить и правильно сделал потому что брат он брат он ну это ну такой не нормально очень очень мелко средней упитанности его маленького карасика за глаза в два раза больше чем енафа может съедает и все до вечера кушать с богом ну да там без 10 где-нибудь и так с богом она до 6 работает у меня там самое сложное вот ее забрать и приехать чтобы на занятиях еще успеть если какой-то магазин заехал то можно пролететь поэтому так стараемся там когда занятия чтобы там она сама добирается ну дело все в том что добираться тоже там идти надо где-то с пол километра она после работы до остановки потом пока на остановку она еще магазин ты там заходит и так далее в аптеке там все и уже приезжает никакая а у нас огород поливать надо убираться чего-нибудь приготовить приготовить не так много сейчас отца нету прибраться надо и так далее ну очень дом большой пыль собаки бегают шерсть приходится тоже крутится и на занятия надо успеть тоже поэтому на занятие болеть то можно сейчас до отъезда я полью но если поливать то сейчас уже тогда упала но и и и получается так что как я дошел когда в мастере моргите до того когда там как бы вот этот человек которых как бы христа думают думают что это христос и он он то не говорит что это христос он нигде там не говорит что это христос а имя ешуа она есть имя ешуа как у нас допустим николаев николаев у нас двое только общине а игорев трое так что ну как иуда но я шла она просто так очень распространена слошная и нехарактерный был для русской литературы поэтому она сразу заваляется за не да да я такое как бы все это иисус это иисуса это никакой не иисус никакой это не сусат она представил так представил христа чтобы люди увидели что ну да был такой человек странненький блаженники такой таких людей короче как над ними жалеют их там немножко кто-то подсмеется ну как это что там сказать убогий ну да умеет там излечивать ну это неплохо конечно а когда все люди почти что здоровые ты знаешь это благодарности никакой не будет то есть я не с чем сравнивать допустим и это понятно больной какой-то ему надо вот такого человека так-то вот в основном люди какие как пилат он уже болеет а все равно он в нем кого видит то только целителя когда у это голова у него прошло там его на целителе это неплохо было бы но там же не так все было дальше там когда читаешь и ты знаешь слово божие не так и речи не такие он говорил хрине христос не пилат не говорили об этом и так все он подводит 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 это и что вроде как пилат то неплохой пилат тому как он видишь ну да там мол с малодушничал малодушие это не такой уж и грех сильный властолюбие там че только не проявился до конец не конечно и когда я прочитал что там был зарезан иуда а я откуда-то знал что он отдать не откуда несколько источников был один из источников наверное бабушка моя прабабушка которая ходила в покровский собор была верующая и когда перед смертью ее пришел поп и ее исповедовал и она умерла после исповеди вот так и пришли еще исповедаться к ней три подруги и и которые тоже ходили храм и после нее они все одна за другой буквально там в течение нескольких дней угасли то есть вот это помню помнили там сейчас не знаю там уже нет а тогда помнили это мама мне вот рассказывала этого что-то это было там них мария бабушку потом не про бабушка вроде что пришел священник она так и не исповедовалось все умерла так без рияσιально не разу жизнь не исповедовался не причалит но она кощетное причалemy hona у меня бабушка тоже самое тоже ну наверно в жизни когда-то оно исповедовалось когда момент мало малень молодая было а потом в барнауле когда пришла она уже все ну и так уже у меня я приглашаю давай даже договорился у нас не это что там соседи уиты прочее еще и помирать не хочу я зачем он возникает людей сразу связь священник значит все помирает сейчас ты меня хоронить собрался выносишь они очень о смерти боятся разговаривать у меня у марины тетушка в москве живет там и она когда марина приезжает одни в коем случае не разговаривать не никаких вот таких то есть она ее называет тетушка она принимает это все нельзя сказать там что о возрасте ничего не говорить о ее уже 81 и все красится вот так попрошу марину показать татушка москвичка такие одежды мне вся так и молодиться 80 лет ну то есть человек больше ничего не знает думать то надо духовным ты бы такая вот примолодившаяся и одухотворенная было бы и ходила бы всем рассказывала христе и все бы тогда о и у тебя бы бестолковая старость то не прошла а сейчас кот умер она в такой печали в таком трауре прибывает ну умер кот чё теперь может другого взять если бы она верила что коты будут в раю и они будут все характером такие же как вот у нас были коты собаки не наши будут собаки и коты ну характер то такой же будет они будут ластиться к тебе смотреть на тебя вот так вот и что-то выпрашивать они такие же будто там заваливаться животик подставлять там или вы такие же путь не или вы таким ну то есть да вот мне так интересно было бы льва вот как вот эти дрессировщики там льва крутят один мужик он показывали он среди волков прям они маленькие были он их воспитывал и среди них прям он весь искусом не прям драли его и он тоже их прямо как кидается прям кусает там и все это у них короче нормально то есть ты должен быть богат я сейчас на самой нищей мир низкой ступеньки у них нахожусь у них ну что да у них очень огромные зубы а раньше говорит я был ну как бы у них мастью ну а потом они постепенно меня будет больней кусали я как бы специально отступал то есть он так такую стратегию дали работу и он прям среди них и вот он заходит к нему на четвереньки стала такой книгу раз раз все я когда под подходит грязью помажем цвету у него специальный костюм для этого дела и прям к ним туда прям они там свару он прям к нему так головой высой своей туда и они у там кусают все тоже там рычит на них все потом развалится лежатся его лежит то есть совершенно это я не видел такого я видел со львами которые там ходят и всякая там они на него ну просто они как он их вырастил ну они не просто вырастил он врач и когда растил он знал что будет они быстро растут и что он их в палатке замечал вот чем дело так бы него не удалось ему то есть как ну со зверем надо поласкивает а мне надо а тут наоборот ты должен защищать себя там все только доступны средствами палкой бить нельзя их они тогда ты чужой а именно то что у тебя есть руки там зубы кусать там рычать на них там что-то там но они отвечают но по-человечески говорить нельзя с ними то есть разговаривать потому что сразу будет все ты вот этим на другое да другое существо получается и вот он их то есть вот как раз об этом об этом то идет речь что не будут все такие же как и они будут те подчинены и ты будешь их там трепать чё хочешь делать ребенок против не протянет там ас на 1 аспида руку там и так далее овечка там будет сальвом райское возобновится до райское состояние то есть все будут ходить вокруг человек человеков больше всего меня поражает когда говорят люди да чё там делать там же скучно будет в раю они вот это говорят знаешь а я представляю картину златоуст златоуст стоит в своем одеянии допустим и что-то кому-то говорит вообще невероятно или там апостол павел и они же они мы как бы все будем а друг друг о друге знать но там же можно будет и как бы расспрашивать ишь я не знаю ну это же будет жизнь понимаешь рядом со христом все время и вот как это все интересно было вот у апостола павла вот это вот дружественность вот это как священникам не стыдно будет но им не будет уже за все ну стыд этот будет уже их смертью сколько они упустили сколько братьев потерялись сестрами великих сколько пристав общины были бы как вот у протестантов я вот же был у протестантов мне очень нравится у них но моя вера христу она не позволяет прийти к ним и примут как с братьями с ними там разговаривают там ночку душевно они вот разговаривают допустим бритые там женщины ходят в штанах крашеные сережки там я уже уже надо говорить уже начинаешь говорить и все а православия мы ничем не лучше ну вот только который сейчас есть мы еще даже не знаем вообще это церковь или нет или вот просто вот в пределах вот этой общности ну что называется православными есть верующие люди и священники которые через какие-то незримые связи христом сделаны вот объединены как-то и это церковь есть то есть я не могу точно сказать ну вот так зайти в какой-то храм и сказать это это церковь я не могу я надо по делам смотреть это против совести будет я могу сказать когда мы у нас идет собрание занятия по слову божьим у нас даже как собрание даже какие-то уже получается до такой степени все отдух отрины вот недавно это петр то что-то раз и начал какую-то что-то там и отрековичка что-то не с того ни сего что-то че ругать опять что-то ругать игнатики ночь сколько раз говорил отвечая на вопросы там у него сколько по написано у него возьми к истинному православию да слава божию нет устам только об этом ответы на вопросы молчал никаких вопросов я сказал там да и чё такое сказал по вопросам ответа я еще сам просил ответьте никто не отвечает сам кое-что там сказал да и так чутка только коснулся бац вот мы все ругаем священников ругаем для меня это как красная тряпка для быка вот это слово ругаем священников что такое ругаем священника них печемся чтобы они не погибли я новую библию это почитайте что бог о них говорит то я то кто такой а понимаешь а сегодняшних бог о каких говорит понятно то есть бог может говорить только о тех а об этих он не может уже говорить нет вообще это какая вера да это вот же было на последнем занятии я может ехал внутренне выбивала тебе там я не верят я там не был почти я такого ходил у меня раз за вышибает опять ну понятно я там что-то пытался даже сказать я смотрю все выше было 5 у меня вот с этого телефона постоянно здесь отрубает они даже не то что в пути к ну короче говоря тебя вышибло тогда да там было прям такое и за меня заступился вячеслав вячеслав мой заступник сейчас сережка был они там объединялись несколько раз против меня что-то там даже вячеслав это еще там это виталий калинников я говорю виталий на тебе-то суда вообще вылазить не надо ты там но вообще лишний здесь вот все перестал но вот сережка тоже жаль конечно брата никак не может восстановиться и вообще какое восстановление может быть позвоночник можно что-то там резануть что-то там соединить и глядишь человек пойдет колено ставят колено тазобедренные суставы ставят людям и люди ходят я вижу тут сам у нас у нас заходит алексей сисков сиськов племянник батюшки на техниче у него три стоит 2 тазобедренных один коленный и остался последний коленный он тут ждет когда его сделать как я вообще робот я бы ничего себе на металл-детекторе не великой есть который великой с титаном там где такой в ноге ну там есть это но я думаю там но сейчас какие-то полимерные делают но вот там же как она тут головка тут ставочка уже она навсегда понял такая интересная штука вообще я думал как они там подставляют речо она она уже вот готовое соединение сустав во всех этих двигается как вот колено может двигаться только связками теперь его дорабатывать связки нужно то есть заниматься сколько надо после этого я расставляю это те при вырезали просто представь представили там же и она срастается как-то зарастает и когда начинают говорить там что-то про врачей про вакцинации там и так далее мне смешно становится просто такой такие дела придумали а вакцину как будто не смогут придумать что такое ну и очередная вакцина но очередная вакцина их чем мало вакцин мне вот тут в руки по наставке и чё это вакцина называется но я сколько лет разрабатывали а это я вчера фильм нашел посмотрел называется гусар на крыше кому интересно да да это редко кто будет смотреть но это французский фильм 1832 год наполеон 3 такой был тридцать первом году было это последняя коммуна парижская и они свергли его этого наполеона и значит там как бы хаос стране все и в этот момент приходит холера в страну и вот там на этом на этом фоне показывают беженца итальянского военного которого гонят австрийцы у них идет освободительное движение в италии и вот австрийцы за ним гонятся по франции и он убегает и вот папа их попадает самый эпицентр это холеры и там как как за ним гоняются он чужак никто в городе его не знает за ним гоняются и тут эти австрияки и австрияки под этот удар попадают как раз и как их там убивают беспощадно прям толпа рвет на части а его он чисто случайно спасается мэр убегал а к мэру его привели и к мэру привели говорит вот а он просто едет в город городе никого выехал никого а еще войска не подошли отцепления нету только холера распространяется все спрятались а еды то ни у кого нет все заканчивается ну может там два-три дня и он подошел никого нет странно такую еще коня ведет ну там видит этот колодчик там фонтан подошел такой попил платочек смочил такой раз и в этот момент при открывается окно и бабка какая-то вот она травитель вот отравитель и выскакивают со всех сторон мужики с колями с вилами там с чем подряд но эти французские и на него вот оно как все было то не было вакцины от холеры ну потом придумали люди отравители какие-то пришли там эти над короля ты от короля ты от короля они ну то есть как были они все против короля настроены значит это отравитель а вирусом переводится яд с латинского у него другого перевода нету яды вирус это яд потому что если ты не знаешь что есть мелкоскопическое существо которое внутри тебя делает так что ты видоизменяешься очень быстро и у тебя отказывают разные органы то похоже там можно и рыгать там у тебя и жар там и там понос и тогда чё хочешь будет у тебя где там понятно порвется иммунитет где лопнет до встречи и все думали что это отрава какая-то это не это не отрава это просто вирус холеры так действовал и там показывают какие там карантины военные владели там не просто дороги перегораживали все тропинки горную местность показывают это как раз между испании и вот это и франции здесь там горные местности вот эти вот идут и вот там все и они там он хочет проехать ему надо было доставить там средства в италию и он решил проехать по этой территории и вот он едет и там за ним его преследуют по тропинкам по лесным просто ну кому нужен там и преследуют военные арестовывают в замок заводят и на карантин и ждут сдохнешь нет раз опять кто-то сдох представьте там толпа стоит и кто-то там умер от холеры их надо всех разводить по разным комнатам они все вместе там и одна там эта группа вымерла другая вымерла группа военные охраняют если побежишь они стреляют карантин это 40 40 40 дней раньше корабли заходила да 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 он 40 40 дней он стоял корабль до 40 дней это при петре первом был этот введен как он назывался я читал же недавно не так давно это мне ольга сбросил как-то регламент карантинный регламент при петре первым а до этого до петра еще были но просто их нету а при петре первым прям расписано как что делать и карантин и что такого тут я не понял вот это вот вообще ажиотаж чёк перед вы впервые увидели карантин ну вот я историю знаю просто мне вообще не но и хорошо что сделали карантин у меня жена полтора месяца дома было мы тут столько с ней переделали подклеили тут все подмазали и так далее в нашем доме много чего можно было сделать тем более я тут пока перемещусь накрутили чтобы надо он еще за пределами дома делать заборы там и так далее восстанавливать еще бы карантинчик один но никто не дает и она деньги получила еще понимаешь и все путин плохой там давайте а ту его вы чё дураки что ли совсем он вас всех посадил отдохнуть а мы вот нам надо и кто показывает с ума сходит мужик 40 летний я привык каждый день менять женщин и поэтому я без кафе без этих вот танц дисков там я не могу мне нужно обязательно там какую-то девушку снять но во франции где еще в италии где там они все с ума сходят бедные а этот нагиев есть такой снял короткометражки о том как он с ума сходит в доме в своем когда там карантин объявили милиционеры там везде как он там пытается прорваться не смотрел очень смешно нет но поучительно как он собачку чью-то украл потому что собачки можно гулять но кто-то увидел это моя собачка он такой да да я вот ее нашел там начинает выкручиваться потом так начинает обзванивать сколько 70 тысяч долларов за 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 сколько за утро и вечер прогулку вы чё-то вот сама посходили нигде не может собачку дайте чтобы гулять у меня бабушка интересно нужно купить памперсы и еду бабушки свои отвезти до машины мне у меня кончилось два выезда в неделю и кончилось официально все вот что хочешь делай я что-то выкручивался там оформлял пропуск якобы в медицинской еду учреждения и тогда ему бабушки завести еду просто банально до бабушки доехал да 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 у меня вот так было ну и вот это я тебе говорю тебе просто не повезло вот но не повезло как одесситам не повезло в 1812 году на четыре месяца но опять да вот опять и слышно что там ну с другой стороны там что-то и я сейчас уехал как значит прокаженный город а ты едешь вот уже все ребята ходила но у меня там родственники остались но я в том смысле что внутренне то все равно у меня такое было когда уезжал сейчас думаю у вас сейчас закручивается да тут свобода тут тут натурально тут без масок без ничего можешь пойти поезд и поезд ничего не одевал никуда никогда не поездом кто-то в масках ходит не ходит это у них страх вот мы даже встречались там с андреем я его сводил в москве живет у нас встречались значит на подворье оптинская сводил еще что-то и там выходит архимандрит мелкий садек он такой ревностный хороший монах такой выходит я думаю сейчас проповедь запишу он выходит и давай проект прокалит я выключу сразу ну и потом значит все закончился бы пошли в храм зайдем а все на улице молились а его припекло уже он говорит мы троих похоронили здесь священников вот только в масках горит на исповедь подходите все иначе прокалит там ну а потом стоит охранником на входе храм а я внутренне думаю нет если он будет сейчас что-то говорить я просто не пойду и никаких масок ничего и перекрестился и зашел вот так прямо ни слова не сказал я этот андрей он но видать у него решимости меньше решивая нужная никак он не он зашел удивился вязаться в драку здесь тоже на вокзале нигде ничего вообще даже намека нет 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 у нас тут вообще легко у нас у нас тут чего умирает но человек по 70 по 60 всего заражается умирают там уже 23 тупо всей алтайскому краю алтайский край это знаешь сколько надо это надо 55 москов вас 2 и восемь десятых миллиона человека всего понимаешь вот сюда стал и пин привозил людей и давал им на дело и они не хотели жить русским человек желаем община жить вот община желаем а вообще не почему можно там это ну ю юркнуть и так далее там же обществом садил обществом а здесь-то единоличный человек у меня отец говорит вот цивилизация развивалась чтобы апогеи развитие это жить в городе я бы помню интересно в городе по моему это наоборот как разница когда ты ну ты курятник тебя посадили на этаже курятник вынесли и ты там живешь в этой коробочке зачем это наоборот говорю за городом то как здорово свобода вышел босиком по трафту прошел это вырастил не он говорит от этого же все люди уходили типа всю жизнь чтобы этим не заниматься если у тебя мозги есть зачем ты будешь на это время тратить ты другим заработаешь но это уже советская методика и все это как он научно-технического прогресса но он при этом это человек который руководил компаниями всегда я вырос в семье гендиректора можно сказать крупными компаниями очень крупные вот сейчас знаешь вот эти все им видео там и эльдорадо вот это все на было тогда суд много чего могу пол пол в дипломат была компания такая и вот он и был гендиректором эта компания они вообще полностью всю эту технику сюда в россию поставляли не было ничего никаких и видео ничего не было что-то и он потом но много-много он разных там гора они он делал сыпали сорочарный такой склон московье он делал там потом говорит когда я понял что сейчас там воровство начнется что я сразу будет отошел все ребят без меня а там ведь просто но положим сыпят гору ну даже звук там самосвалов 100 или 500 кто узнает вон насыпан иди считай да но ведь ты не посчитаешь понятное дело ну можно приблизительно но точно не посчитаешь уже короче он ушел оттуда а он у меня всегда такой правду вот в принципе готовы христианин только он надо какой-то получил толчок толчок понятно потом работал в метрополе работал в гостинице театре линком он поработал с абдуловым там и прочее с ливоновым лично там знаком с абдуловым гастроли постоянно пельцер тому деньги дозвол до получки но такое у него жизнь и он знаешь такой добродетельный дарил там машины холодильники там стиральные машины чё только не дарил автомобиль дарил просто сотрудников брал спивающийся он убрал брал на обучение в англию их возил там они вы потом все кидали по всей просто этой а ему там говорили те кто с ним работают мы из близкого круга чё-то говорит саша чему как такие честные мы такие бедные за это он говорит зато у нас никто это как вы не хочет убить и проклясть и проклясть да и и мы спим спокойно но и так вот и живет то есть у него вот эти качества в принципе порядочные они всегда были и остаются ему ты ему скажу что с 10 но надо давать на нато он этим людо близом были за людям дарит автомобили и так далее которым сто лет это не надо как как пришло говорит пришло махом доставок ушло прахом ну так вот она от этого идет он просто милосердие вот это вот у него понять понятия есть милосердие в каждом человеке а как его проявить никто не знает и они проявляют тут странно но максимально это вот нищие сидят нищие как они себя называют с этими с кружками вот с этими из-под кофе где там кто-то выпил они поймали вот туда и бросают что-то там непонятно бормочет и всего я с церкви рядом с церквью великое дело сейчас бог увидел меня но это есть такое понимание а бог в этот момент задушил тебя без рассуждения делаешь запотеет милостыни в руки то и так вам написано а милостыни говорит как запотеет если монета железная сколько и держать это у нас это непочатый край работы я вот сейчас тоже матрона у нас матрона лежит причем я тут недавно в группу в какую-то добавили типа православные я чё-то там разговаривать про полагаетесь и все я говорю я бы там и упомянул грудь труп труп матроны у меня сразу банк пошел отсюда ты чё-то хулишь они же не знают что я имею ввиду то труп матроны представь они услышали глаза такие вот просто по 5 копеек по 5 рублей советских а я-то имел ввиду ну что люди приходят как в язычнике чисто подлежит труп на труп почет там где труп соберутся понимаешь ты должен ходить к ним должен к ним выходить если ты знаешь что это общество матрон ну православное ты должен так и войти к ним если ты что-то хотел бы сказать о матроне надо было прежде хорошенько ее и изучить жития святой матроны изображено там на самом деле потом да потом дальше жития допустим георгия победоносца или ну как только не серафима с русского допустим андрей статилата в житии но таких мучеников можно исповедников даже и потом это все им рассказать иск и спросить и где христиане и вот вот так вот такой мученик там если допустим исповедник веры христоват он делал то-то 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 пришел к ней арестовывать или чё там просто узнать документы если нет и она сказала беги быстрее то там жарко будет побежал там жена его ошпарилась и он вовремя позвонил по телефону это самая по-моему известная там чё есть у нее и все и наверное к ней приходил сталин ну и дальше чё ну приходил сталин и что ну 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 пришел сталин и что изменилось то я понял пришел сталин и сказал веру и в единого бога отца вседержителя и раз и везде покаялся вышел принародный сказал вот стеките мою голову давайте сделаем нашим но президентом или там выберем от кого-нибудь из дома романовых я вот так понимаю к пока и о чем ну был он там и ну не был даже и ну и какая разница то что случилось так что такого святого сделала матрона спросим мы их и пускай они думают понимаешь вот тут вот уже но если дадут тебе все до конца сказать потому что они как тебя как христа когда он говорил это когда сказал как одной только вдове был в сареп ту седонскую был был послан или чего нас дарить не было и они тогда в соскочили все кто ты и пошел вон и хотели убить его павелину таки тебя тоже меня просто банк сразу а ты видишь немножко ну как бы не в не вложил им никакого разумения не я там до этого 1 говорю о в описании изучаете здесь вместе они такие не а зачем мы подавал каждый изучаем я верну в собрании это другое же нет мы так я бы ну давайте здесь кто есть москве будем изучать да не нам это не надо так 1 я себе галочку пометил не надо мы сами мы сами потом так говорю на благовестие говорю кто-нибудь поделитесь нам уже ехать скоро надо полить еще на благовестие поделитесь кто чё ну какие плоды там какие чё как у кого а вот мы поделимся у нас будет я бы подожди как будет ты со мной опытом поделился на мне это не думай об этом богороде можно уже вечером полить после это привод и все говорит это так что я как хвалиться я готовь богом хвалить что-то это самое не никак не входит у них и потом вот я уже про матрона про матрона человек вспомнил я же евангелие беру и раздаю и хочу там договориться с игуменей который там монастырь какой-то я забыл там где она лежит непосредственно да 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 чтобы там раздавать им очередь стоит и им раздавать это самые нуждающиеся конечно самые неверующие просто там уже слухами земля полнится она как но новая приобретенная вновь приобретенная никто не идет ну-ка христу уже не говорю нет да в распятие стоит ну-ка христос пустой никому да никому не нужно да я только хотел сказать ну сты что стоит но там никого нет нет это все и ждет я обнял он же обнять хочет весь мир вообще это вообще руки раскинув мир обнимая в мире христос почил это марина тоже ее песнопение называется баллада кресте немножко по интонации похоже на его на его там но на музыкам это музыка это а я кому-то показал помню мне нравится в принципе его на его хорошее мюзикл такой мощная был в нем еще когда карачинцы там был но в те времена это вообще было мощно и вот этим там потому что аллилуйя они поют да ну и я кому-то показал посмотрела ну и чё ничего наверное начать сказать ну то есть но никогда ну чё чё ничего ничего вместо кубков поднимем фляги чтобы смелее жилось но мощный там это глотко все чтобы смелее жил марина мне на это тоже нас мало и нас все меньше но самое главное мы не врозь нас таких разных мужчин и женщин объединяет христос объединяет христос этого она тоже на это сделала там сада поет очень мощно у нее диапазон потрясающий собор там вот эти все верхние ноты берет вот он мощный очень александра садопова он ювелир профессиональный и вот он пел всегда там и до сих пор поет а глотков у него говорят сын поет еще лучше чем папа лучше чем папа ну все есть только веры во христа нет да этот басков тоже хорошо поет но пел бы только прославлял христа и хворостовский тоже отличный голос у него был ну почему не христа то прославляют они чё хочешь будут петь только не христа и хорошие песни поют они песни военных лет там вот поют этот хворостовского есть там ну хорошо не у такой еще баритон этот такой глубокий приятный кстати мы с ним чуть не подрались хворостовский эти на бедокуре но уже красноялец и он меня на другом на два года старше 62 он учился вместе с моей первой женой в музыкальном училище и у них там было он один был по парнишка и их там 18 девчонок и они там его оберегали а он такой странный был короче гулял там по разным там женщинам и выпить там ну естественно выпивка а у него была вокальный преподаватель женщина и она его очень ценила она говорил что далеко пойдет он его нужно уберечь голоса ну там и все и как только он где-то загулеванил она их посылала его искать они знали тех девчонок с которыми он там это хороводил и они туда ехали его вытаскивали вытаскивали постоянно его до заботились о нем тоже так странно странновато ну и все и там когда в институте этом познакомился со своей женой там танцы были а он в ансамбле пил и ансамбль играет все мы там женой танцуем ну и тогда она еще не не жена была и в этот момент он соскакивает короче с микрофоном и такой ирка и такой раз к ней давай там ее это обжимать там целовать а так всяких но хороший такой добрый знакомый ну я такой конечно очень сильно расстроился а он выше меня моя крепкий был парень ты на сейчас усох и это мы с ним там сцепились а но она вовремя это повисло это же димах в ростовске я тебе рассказывал уже который в ансамбль я такой не понял ладно говорю все ну короче успокоилась там все шляпу там потерялся у них такая но он был под этот в ковбой одетый такой американский ансамбль они там пели да но он это он зазвездился напрочь он звезда ну ты был папа куда-то я вообще его по полной программу я включал выключался как и баскова тоже не могу слушать просто я выключаю сразу давно еще у меня такое не знаю почему но у него голос хорошо но он звезда внутрь она к нему приходила как-то в девяностом году приезжала там с колыми я уже на колыми работал он только-только первые гастроли в него пошли там зарубежная она пришла он и чуть начали говорить о ты чё тоже у меня что-то выпросить хочешь что-то такое так сильно расстроилась а тогда присутствует советской власти ты знаешь было вообще чё-то ну да ты чё-то может дать отчета можно ну как бы как бы дружба такая знаешь что там юношеская а он уже вырос что там говорить звезда и он все забросил всех забросил жену брось районное понимание все взял себе испанку ну это понятно было уже все они все когда начинают звезде цены я просил будет представь тоже в коцу тоже ходили постоянно ходоки что-то дай-дай-дай-дай-дай дай-дай на автомате могла это вылететь он даже не подумал бывает такое то есть она бы масло он думает туда опять сейчас будет это ну и да конечно не подумал но просто представь каждый день ему вот так не но она не просто при она с ним созвонилась там все тем более он знает что она на колыме сама пропадает но такие ну в общем короче говоря сейчас все уже нет его это да все отошел отошел но я так это так и когда он ушел я так и сказал мы еще у меня марина хорошо любит оперу балет в оперу таки она разбирается и она говорит он очень хороший вообще как актеры его там брали в такие спектакли она смотрела вид ух ты и тут хоростовский то есть его брали там ну то есть везде он там в этой в дамы с камелиями там такие очень этого франции популярным в италии там везде это да у него такой типа седой там отца как раз это заходит ну и пошло там это все считается шик какой-то и она ведь он очень я говорю я надо христа то прославить все равно ну дал такой голос где ну христа прослав где-то сходи в церкви по попой в костюле ну где-нибудь прослав или просто на улице встань и спой что-нибудь шаляпинга ну шаляпинга есть даже записи шаляпинга так делу я гной а то так вернусь то что у тебя голос толку то какое ладно там эти плосида доминго ну ты же русский 20 55 или 54 ему было ушел все я думаю надо что-то мне там рак речет на голове что-то завелось и все задорнов тоже был сколько было у него этого сколько подметок было у него он такой приметливый я думаю иной раз думают это бы приметливость мне бы такую приметливость я бы на службу христу поставил будет это вот это приметил это в народах разных и так далее примете он приметил начал им 1 а евреях начал говорить главно сам с еврейскими корнями о евреях причем о библии игнотик записал ролик о библии там вот 40 лет там там водил этих евреев там заблудился что там такой какой-то галиматью это я даже не слышал я думаю зачем тебе это надо было довольно задорнов о евреях поставь там вылезет он несколько раз там и он так в таком наш плане в таком смеха смеха ческом о библии вообще нельзя в себе смеха ческом плане говорить вот у меня прям живой пример мгновенный у меня сестра заменила себе мужчину взяла молодого решила с молодым попробовать на 20 лет младше и и он такой сидит передо мной хвастается что вот моя сестра как мы он с ней спит такое представляешь и а я ему начинаю говорить ему но это беру не главное главное вера во христа у меня сестра в храм ходит а ты храм ходишь или куда-нибудь ты понимаешь какая ответственность на тебе она какая-никакая на библию читала на верующий человек я ну тебе вообще об этом говорить не надо ну живешь ты тут и живи те же никто ничего не спрашивает она тени выгоняет кормить тебя козла но все он такой здоровый выше меня здоровья такой ну весь платформы программе и он это я ему как рассказал ее о библии он что-то раз и начал там а ты вот это и там по и начал подкалывать меня и библией а чё там это библия там что-то то я говорю счет не про ты чё подкалываешь меня 2 хи 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 чё-то я бы слушай это я с тобой вообще разговаривать не хочу не потому что как бы противен или еще что нибудь я грудь и молодой говорю еще очень недоразвитый немного умом с тобой игру что-то случится и я как бы виноватый буду понимаешь и ну ты а бы а библии до меня вообще с кем-нибудь разговаривал нет ну ты это вообще ничего не знаешь о библии нет какого рожна ты говорю тут подкалываешь меня что я верующий человек и читая библии ты с дуба что ли рухнул или откуда ягод и сейчас грым выйдешь грым помрешь но посмеялся там и ну короче ушел ушел там сразу все и буквально через как полчаса или чё забегает он или это этот у него там был но они там в гараже вы и что-то делали володя его и такой я машину твою разбил где а вот тут как подъезжал бы сейчас ну парнишка ему помогал за запчастями ездил счет какие-то машины ремонтировали короче так он зарабатывал и это там из гаража выезжали соседи и он прям по полной сосед и короче это машина смятку у него и он расстроился сильно очень сильно расстроился но у него еще одна была машина он нам этом парнишке опять дает ну езжай дальше за запчастями он поехал короче и вечером включайте сейчас репортаж будет сестра звонит что ли если включая репортаж это много это ну и там сдалека показывает вот его машина разбитая на мосту в красноярске стоит опять этот парень попал в аварию расхристалл в дребезги машина его я парнишки этому ничего а этот парнишка его в этом и разговаривал с ним володя он такой нормальный доброжелательный но там лет двадцать и двадцать четыре такой работящий ему надо все машины делать я вам рассказываю библия христе он слушает там что-то вопросу задают какой нормальный парень его не коснулась машины две дребезги и он было тут же в больнице у него что-то там с печенью ему операцию там короче и все и у них все с моей сестрой прекратилось все разорвалась связь это полностью вот буквально там прошло несколько дней если он пропал я потом звоню через год или через два говорю а где этот андрей какой ягну матершинник этот который заходил и матом сразу здоровался с вами а при мне так не здоровался ему там укорил но он видать на это обиделся и начал там дальше он только зашел а я первый раз и тучу томатом там такое это все такое ты кто такой он такой а ты кто я говорю кто дед пихтой игру как заходишь ко мне в дом так это не твой дом я гукну и не твой и вы как матом я гути чет не говорили что верующие живут ты знаешь что валентина александровна верующая нас староста в церкви ну не говорили я грудь чё ты с матами входишь дом где верующие живут я гуля так сделаю что ты вообще суда не войдешь я с сестрой поговорю просто что тебе запрещено было и все и он такой дал да это ладно да я так пошутил просто ягут эти шутки за завязывай полностью материться так 32 года кого-то хамлюга короче я говорю отец и чё ты ничего не говоришь один улечу вичу а он ему наливает оказывается ну поэтому ничего не говорит а мама ему сказала раз-два ну и чё дальше он опять свои а тут раз слышал уже голос и уже так неприятно стало да я часто этим пользуюсь я никого не ударил но голос повысить могу у нас саша муха был такой тоже активист тоже марина я приезжаю начали только жить на ползунова там где храм приезжая марина ну чё да говорит чего к нему это покоя нет заходят ко мне дверь и ногами открывают и на тему что он не закрываться пускай кто приедет и приедут не учет у нас за стоплодотворение я буду закрывайся давай игнотик начнут не хозяин он дал нам дом все закрылась здесь его хорошо калитку еще не закрываем пускай если чё постучаться там спросишь чё кому надо и все и пока все разговариваю бабах бабах дверь на распашку саша муха таким героем ходит маринка я такой ничего себе это вот который талит муха сейчас загнобил гаденыш потеряешь ты приезжал там стоит улыбиться здорово и все причем поздоровался марина говорит со мной кто-то поздоровался сейчас я верю я стигарю это саша муха она не видит она ведь голос как похож к сашу муха что ли да это грунт и сказал он стоит гаденыш не вздумай с ним поздороваться это прям демон во плоти ходит он поставил улыбка не сходит лица он всегда такой он всегда был на так вот всегда ходил я ему все чё ты община должна быть только для молодежи чё эти старперы там но сейчас ему сколько лет уже уже тоже к полтиннику стремится будет все значит из своего общества сам уйти раз по т.п. или воде понимаешь как все это я говорю кто будет в обществе в общине нашей лидером старостой ну наверное кто предложил это все я вам то есть ты прямо знаешь что такими как евреи крутит крутит не евреев не в хорошем смысле закрученности нету даже все и сколько молодежи и он увел он увел молодежи десятками уходили сразу человек по 20 столько было молодежи такие чистые ребята так беседовали вопросы задавали зад одним словом а чем ползучий пойму как ну все у них рассказывала рассказывала игнать их ночи что тут не тут неправильно он делает тут все и все и все ну и старперы старперы все старые старые а мне тогда было еще тридцать тридцать один год я еще как бы молод был конечно но я это все ползучись это видел насквозь как и на техность внимание не обратил на него а его поддерживали деньгами даже когда он проповедовал он там по деревням ходил что-то проповедовала когда спросили вот что он проповедует о чем он ничего сказать толком то не может ну вот он выродил только одно что для слова нет божьего нет уж сейчас не для слова божьего нет уж а этот открытым окон что это сказал валаам а валаам это предатель ну то есть и на тимус берет и пить и там предательские слова залез без мыло в одно место всем причем это надо же было такое накрыть а то что это единственное предсказание о пришествии христа единственное что мы можем сказать что это за звезда то было златоуст на это говорит об этом он ничего не говорит в этом и заключается до кочем и речь идет свечи да да конечно то есть не туда посыл сделал все то есть он же предатель поэтому он трагическая личность один из тех пророков которые попали в испытание от господа и не смогли пройти его очень мило трагическая личность не понес да допустим как вот иуда тоже трагическая личность тоже не понес не смог вынести до конца или как дмитрий александр вот эти епископы которых апостол павел поставил и они не смогли прояву да кстати не пойму я опять час недавно остался что вот он якобы не умер не повесился но и слов божий гордям нас он удавился пошел удавился а нет вот он там ходил там это а я поэтому другие толкования не читаю я только феофилакта и златоуста все там много можно чего надо родил где-то что-то у него там это вот это вот зерно ударилась там от него разлетелась чего-то там а ему больно стало и вот мы также испытываемся это с такой же точно в колокольне рухнувшие и потом вот это я не там не стал говорить думаю потом день при случае скажу просто время уже было мало я сказал толкование какое рассеется поразить и рассеется овцы все это конкретно все поэтому буду сеять вас как пшеницу то есть вы мои полностью все вот так полетели все потом сажу все что а церковь это хлеб это все вместе собраны воедино перемешанному какая в каждая крупинка измельчина и все мы с друг другом перемешаны и все это в теле христовом и каждый член нужен ему вот так вот он нас поставил вот нужны мы ему были такие засранцы ну вот поставил так вот а потом а потом так господь говорит это доколе буду терпеть вот доколе я буду с вами доколе буду терпеть вас представляешь как вздохнул господь и когда вот и вспоминаете слова мне так стыдно за свою за свои грехи какие-то становится и думаю господи как же это то вот я неправильно сделал это неправильно сделал господи уже я верую же в тебя уже все все понятно ну почему вот такие испытания идут и так мы от них желаем избавиться от этих испытаний вот так сильно желаем отойти что вот ждем царство небесного золото испытывается в огне только там это все будет испытание пройдут уже а сейчас будет испытание испытание испытания и вот ты ты тоже сейчас участвуешь и я в одном из испытаний вот мы сейчас у нас братское общение это жертва хвалы господу это жертва общения которые очень многие не любят и когда начинается это вот я говорю что вот прям перед тобой вот как тебя встречать 12 часов я чувствую прямо бессиле вот обессилел марине позвонил марину марину все такое сейчас встречать брата гривну сил нету никаких вот прям вот сейчас вроде бы усталость какая-то да 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 я знал это все это я знал она уже подбадривает говорит ну что это ты там чё сделал хоть я грудо вот из последних сил каразе и ставлю ну это хорошо уже все а мне еще надо там на компьютере идти было работать там по работе прислали еще я пошел туда ну и там короче такие вопросы пока начал смотреть это все там созваниваться и как-то начал отходить отходить я думал человек из москвы едет столько бросил всего и так далее сейчас сюда приедет и все нужно тут духовно трудиться потом обратно москву приедет как он там опять в одиночестве как вас там с ленишем то не знаю я ему этот позвал его вот в храм но он не ответил ничего я уже не звонил ему опять это он не написал чтобы я не как-то там что такое что он во-первых попросил прощения у меня что написал мне что-то я не помню что там не писал нелицеприятное что я про провокаторы подлец что-то такое а потом мне написал вообще что поговорить словом согрешил вот но просил прощения а я вызвал потом в этот храм уже но он ничего не ответил не знаю а в эти сообщения которые там можно смотреть прочитал или нет у меня там такое ощущение что как будто я заблокированные там не могу послать вот за этим столом все произошло я тут сидел здесь это лимит сидела здесь кадушкин сидел но видать мы его подняли который надо было с баламутить да потому что лишь неразрешенный вопрос столько времени ходить носить вообще это я мари никогда рассказала на вид что ай ему чай да наша не понравилось он же по моему благодарил там прям вас так в восторге таком игры да нет наверно не поэтому не знаю почему она вот это да и принимаешь перед принимаешь и тут братьев говорит расстилаешься перед ними бит скатери скатерти надо было так кусок чертого хлеба запомнилось бы больше а то поел вкусненько тевтелек все же это было воскресенье еще а по моему пост был еще рыбные тевтели были у нас томатной подливки и пюре тут но мы приезжали в этот раз батюшка нас попросил марину попросил помочь а я как главный помощь чтобы она поготовила два дня это вот сейчас когда до 1 деревне и там приехали гости там один бывший мэр риза рязани один как бы шнек какой-то там надела сголовьев тоже в рязани и брат отца и она ну и сам отец я ну и батюшка решил столом сделать шикарный величок надо тебе продукты там какие но мы конечно в пятницу они прилетают в пятницу в пятницу постный день ну то есть рыбина и значит нам надо туда приехать когда при четверг тогда приезжать бачки там как бы бачка выезжает тоже там но непонятно и тогда мы тут решили то есть весь четверг мы тут работали сделали здесь еду и рано утром туда увезли там подогрели кое-что там марина соуса сделала там ну такой картошка там это быстренько сварили все но остальное там салаты все это я уже делаю там шинкую они приехали круче за стол а я там за кутки сел сижу они идут и марину поздравляю благодарим вас благодарим там раз меня увидали вот такие а я сижу там шинкую огурчики помидорчики для них такая автоматический робот хозяйка а потом они их и гнать тихо начинаю оглашенные за дети вывел и они там стоят а я сижу на скамейке здесь костылем конечно ну и там служба идет а тут слушая не один это то который мэр то связание говорит а чё это нас вывели на мыши на языке мы же давно уже в храмах а сами бритые ну так чуть бородка а этот вообще бы ты этот бывший мы это же это это которые у новички совсем понятно но мы-то уже то пойдем зайдем как-то да ладно пошли и он пошел и зашел а а игнотины пошел вперед что проповедь начать говорить как раз этот момент и он стал там снимает короче все и один посмотрел который этот брак брат это же туда а кгбшник не пошел он там остался стоять притворе ну и потом когда все закончилось я такой сижу думаю так но я жизнь главный исполнитель старший исполнитель наблюдатель между насчет делать никто за меня делать этого не будет игнотик очень некогда он говорит проповедь но я короче уже понял что надо делать и дождался когда игнотины столько закончил проповедь и я сразу поднялся и говорю сюда ко мне идите все идите сюда они такой за мной выходят выходят я как этот этот юлиус на дудочке играю они за мной вышли там еще попутно кто эти оглашенные вышли все я бы все все вы все выходите выходите сюда но они вышли а этот мэр остался и такой в раздумьях присел и туда-сюда смотрит и я к ним подхожу и говорю можно вам слово молвить доброе он конечно такой доброжелательный оказался ну и пошел я там с ними короче побеседовал об оглашенных чтобы они не обижались что к оглашению надо еще жизнь во христе прибавить этого еще не все это очень вот вы рветесь стать среди верных а вы знаете чем это чревато выжил должны трудиться для христа вы должны быть в церкви вы должны быть членами церкви а не прийти в церковь помолиться а это гру труд великий вы знаете вот сколько там трудился и гнать техничном на благовестие я тоже группа трудился на благовестие в оглашенных я тоже стоял я тоже был оглашенных больше полгода так что ничего я знаю чуть такое выходить на оглашенный я с удовольствием я выбегал на оглашенные зайдите потому что я понимал что это не пройдешь ты не станешь дальше никем то есть это надо все знать ну вообще это надо каждому конечно понимать потому что ну я один поднимаю там кто-то еще понял остальные обижаются ну вот я так понял что дима лемеш вот это попал цепь вот этот его рано крестили хотя он мне понравился я как бы за него проголосовал даже но вижу что промазал но я вам мало знал совершенно не знал не то что мало знал может быть чуть побольше потому что мы с ним только начали разговаривать и сразу столкнулись ну еще много читает тоже знаток всего рассуждение мало голове но там я понял не с кем обсуждать да не с кем рассуждать и поэтому сам себе ты профессор а когда сталкиваешься с человеком и слышишь какие-то другие эпитеты то тебе интересно что ты столько жизни прожил и неправильно жил что ли нет мне надо доказать что я правильно да признать а признать невозможно и вот начинается какие-то выдумки и уже два года прошло и все выдумки на этих выдумках жить просто бедный человек чем не позвонил ни разу ничего ни разу он написал в чате что позвонить тебе так что нет уже позвони пора удар чё в чате вот сюда звони на засады хоть сколько разговаривать ему что он так глаза в глаза только поговорить да и все дело что написала в скайпе у нас чтобы звонить ну значит позвони дай бог писали все специалист по связям с общественностью в лице николая на равна ломал дробь но теперь уж я сам выйду и позвоню теперь игорю потому что мне перед ним неудобно чего-то такое это перед богом это сделал у меня потому что мне уже понимаешь когда мне начинают не то что один раз было сказано сказано еще раз потом и уже это не первый раз когда начинает повторять я думаю тут что-то не ладно и ну ты сейчас со мной сам за столом посидел я неправильно знаешь что сделал надо было к нему подойти сказать есть там не еще раз это скажешь то либо мы вместе на игре либо отдельно на игре выхожу вот это я неправильно сделал но я сразу вышел в церковь два или три видишь у тебя никого привести сразу вышел потому что как у меня недоумение просто потому что это подкоп капитальный здесь если ты здесь такой там такой ты заповеди тут исполняешь там не исполняешь это же идет уже подкоп глобальный подкоп идет представить конечно конечно понятно тут нельзя было оставлять это но это и понятно оно должно было как-то через своих прийти не через чужих же чужим кто по кто поверит а свои да и вот тут и ну дело все о том что это не в первый раз уже все происходит я же в общем не здесь уже двадцать шестой год уже я смотрю сидит игорь лазимирович наш сидит что-то там происходит такое спокойствие менторская часто я думаю вот человек уже битый видно его ничьи не проявишь его или так и гнать и вы сколько раз уже говорил ну на кого вы нападаете опять и гнать и тихо опять мама рассказывает этот заяц пишет курсовую волк подходит к нему я же тебе рассказывал вот недавно ты говорю да волк ему подходит это как его ты что делаешь зайцем курсовую пишу ага чё за курсовая как говорит зайцы волков едят да 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 сейчас то что покажу там медведь пошли к этому раз барани рог этого скрутил главный как кто у тебя научный руководитель у тебя то же самое научный руководитель сразу когда тихом бегут сейчас барани рог кого и скрутит главное интересно они ну потому что мало знают меня со мной не главное со мной никогда не разговаривают только слушают меня только слушают меня я даже я даже удивляюсь смотрю и гнать и начнем опять с кем-то говорил опять говорил думаю ко мне ну там сколько у меня вот уже звонят там можно вас там друзья пожалуйста друзья пишу пожалуйста выходите на меня скажите какое время мы встретимся там я поговорим скайпе никого нет нет никто мне тоже часто машет там это давай давай там ничего нет не выходит да почему я не знаю там и семьи были мы вас там слышали нам это но понравилось там типа мы вас друзья или просто как коллекцию друзей собираются ли я как-то привык что интересно напишешь напишут напишешь нет ну напишешь интернет что там что ты где-то там где-то что-то появишься там и чуть почитать что-то там изрек а то что выйти часто людям неудобно и так понял типа все такие занятые да я не думаю что это в занятости дела нет имеется виду у них что вот мне тут звонила 1 же наталья по поезде вот я ехал мама у нее приезжал на тихон еще недавно у нее час рак там или что такое или анкология в общем что такого не а у него самый ребенок тоже там и в общем вот она звонила мне и говорит это вячеслав и гуне тот николай ой да мне вячеслав нужен николай подсунули в этом очень мы что-то говорим я бы вопрос у вас все за вопрос то ты вот там тот и ну в общем ладно мне вячеслав ну ну ладно я вообще сброшу контакт ну мой тоже запишите николай а николай астахов я думаю да здесь с кем николай николай что такого то да нет вот там мама рассказывает я думаю елки-палки какая-то мама обо мне рассказываю думаю что происходит кто я вообще такой я же соглашенными выхожу до сих пор как раз я же оглашенный чем бы мне рассказывать я давай от нее отмахиваться ой мне так не стыдно даже стало и в общем смысл то что вот у людей какое-то восприятие неправильное люди и люди ночью ясно должно быть общей написано кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха если мы находимся в общении друг с другом написано как он ходил во свете так и вы во свете если имеете общение друг с другом общение друг с другом это самое важное сатана как раз на этом подлавливает христос только об этом и говорится то нападу христос по двое посылает по одному нету моно монахи моно я 111 что может сделать написано христос когда он молился и перестал написано а все вот апостол павел сказал непрестанно молитесь это вот иисусом это а раз я не пристанно молюсь то мне все мешают это брат там мешаешь мне мешаешь натурально у меня времени нету мне надо постоянно молиться мне сказал апостол молиться а господь написано молился и перестал ну дальше то чем он занялся дальше то он начинается чудеса он начинает прокаженного наставлять да ни одного он бы всех наставил но только один обратился он начинает там исцелять фарисеев наставлять начинают фарисеев книжников наставлять начинает то есть есть у него кажется какие-то еще дела кроме молитвы а ему вообще молиться не надо иисусу христу он он у него этот как вечный стоит аккаут то есть ты к нему как не обратись какое время он всегда ответе отвечает тебе и он не он всегда открыт вот такой полнотой огромной и ты как раз к нему не обращаешься то ты не общаешься с ним не общаешься со христом не общаешься с братьями и все и потом от этого начинаются какие-то непонятные вопросы возникать прямо не слова божие говорится понюшки табака не стоит и то что ты сказал сдавайте занятия вести ни у кого нету времени сразу ой да нам это не надо то там в этом чё там что мы можем там нового узнать я и так там мол все знаю мы сами дома сами дома интересно мне посмотреть просто как он что сам дома делает то что просто интересно даже а ничего нету а люди врут люди врут прям по-настоящему врут там библию читали читали библию а вы библиот апостола павла читали ну это тоже читал так прочитайте там евангелие от матфея там какая-то главу называют ну да таки который нету нет там 45 причем прочитали да да просто нет такой главы еще огородить это то же самое я ты гнать его щелбан получил да когда я его первый раз увидел у него перед написано им от руки симфонию не каноническую на не канонические книги это а там сираха значит идут а у сираха там 50 глав я перепутал с книгой сираха с премудростью соломона а там 32 и короче я это неправильно тут у вас тут 32 должно быть у вас 50 там стоит он точно точно игру а если на щелбан ты споришь столь со мной гуда я не спорю просто как будто я вижу так вот как помню вот такой а если на щелбан игру да конечно давайте думаю неудобно будет старику щелбан ну как не станет играть такого возраста как я был ну и все он такой открывает пожалуйста берет библию книга сераха я такой книга я куда я перепутал здесь нет уж все ясно что ты ну даже если ты знаешь это те для закрепления короче щелбан как какой-то как дал по лбу больно так я туда с этим мужиком связываться не надо библию знает ты представляешь симфонии составила этом что-то рассказываю сказки дедушки говорить просто человек пришел это как его машина полностью двигатель догадки разбирает и собирает а ты ему говоришь слушай у тебя там неправильно подключен симфонию составил это вообще люди не понимают просто это все представить просто нереально я не могу вот он когда говорит я поезде ехал разкладывала листы там и вот писал здесь там вся и там 18 корректоров работала до этого я сам участвовал этом это вообще но так за столами но так сидели там где у нас сейчас книги но приедем это завтра с утра зайдем посмотрим завтра батюшка будет будет спать на вечером наверно будет там востоку нет он приедет завтра пять минут он приедет а но он это сразу пойдет ходить он по городу начинает ходить сначала может быть будет подходить там очень ранний поезд учителей ночной насколько я помню ну да он приезжает 7 часов а сколько там часа 3 3 часа 3 часа он едет он до ночью заезжают и где-то ну да поехали так что спасибо не слава тебе тебе соси христос если ты не приехал не было беседы